МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День города – тот праздник, который отмечают семьями. Горожане уже привыкли проводить последние дни июня, отдыхая и развлекаясь. Все площадки Новосибирска приготовили свои сюрпризы, чтобы большие и маленькие получили свой заряд положительных эмоций от дня рождения города. У этих ребят семьи нет, о них заботится государство. Праздники они редко проводят за стенами детского дома. Этот день города они запомнят надолго, потому что, как многие мальчишки и девчонки, провели его весело, с развлечениями, впечатлениями, по-семейному. Программа была настолько широкой, что у многих голова окружилась. Хотелось побывать везде – на праздники с аниматорами, в засаде с лазерной винтовкой, на канатной полосе препятствий, в футбольном поле и массе других увлекательных занятий. Я мечтала в бой играть многие игры, но мне удалось поиграть в пейнтбол сегодня и в вольф. В Зальцовском парке развлечений много, каких только душе угодно. Это оценили многие горожане, предпочитая приезжать сюда не только в праздничные дни, а каждые выходные, чтобы по-семейному отдохнуть, заняться спортом, пожарить шашлыки, сходить в баню. По сравнению даже с прошлым годом сильно изменилось. Так как до того, как тут вот это все появилось, тут же были, ну, бомжи практически обитали, а культурный человек сюда бы не пошел. Так как ни пройти, ни присесть, ни в беседах, ничего не было. Нравится взрослым, нравится детям. Столько впечатлений в одном месте получить можно только в Зальцовском парке. Каждый из спортивных и развлекательных объектов смог внести свою долю в создание праздничного настроения для ребят из детского дома. Мы хотели создать благоприятную остановку, чтобы дети чувствовали внимание, заботу, и чтобы они чувствовали не какие-то материальные ценности, а именно вот то, что им не хватает, то, что они могут поиграть, повеселиться, и они видят людей, которые к ним относят доброжелательно. И мы с ними познакомились, и, наверное, все праздники хотим пройти вместе. Помощь не столько финансовая, сколько эмоциональная, человеческая. Нужна всегда. Забота государства здесь не так сильна, сколько простое человеческое участие. Конечно, нужна нам помощь не только от государства, но и со стороны общества, чтобы дети у нас развивались, были добрыми, чтобы стремились тоже к доброте. И выходили из стен детского дома, все-таки тяжело из стенок детского дома, знаете, расти. И побольше нам надо эмоциональных улыбок, настроения, чтобы мы... Потому что жизнь, дети – это наша жизнь, это наша радость. Дети прекрасно разбираются в людях, остро чувствуют фальшь. Их не обманешь. Поэтому они оценили не мешки с подарками, а новые эмоции и приключения. Впечатление хорошее. Первый раз всем нравится. Позитивный настрой у всех. Все готовы постреляться хорошо. Рекомендуем. Ну, вообще забавно. Стрелять нравится. Только оружие тяжелое сильно. Так нормально. Лазилки. Лазилки тоже нормально. Если первый раз, то немного боишься. Второй, третий – уже все. Уже на полную рвешься вперед. Это пробное испытание военными хитростями и сложностями. Здесь, в Зайльцовском парке, уже давно задумали создать патриотический клуб, где ребята, оставшиеся без попечения родителей, могли бы заниматься с опытными педагогами и узнавать для себя что-то новое. Играть в футбол, пейнтбол – такой опыт в жизни пригодится. Команда образующая игра, направленная на то, чтобы дети в иной от привычной обстановки могли как-то себя не то что найти, ну, просто почувствовать себя командой. То, что они там у себя находятся в одном коллективе. Здесь они вышли на природу, почувствовали себя там, ну, кто там бойцом лютым почувствовал, кто там командаст, кто там терминатором, отвлеклись, зарядились вот этими позитивными энергетиками. Сейчас ребята действительно зарядились эмоциями и развлеклись на свежем воздухе. Скоро они поедут отдыхать в лагерь. Там будут вспоминать, что им понравилось больше всего. Спорт, досуг в логове, развлечения и угощения в шале. В Зельцовском парке каждый найдет свое. Теперь здесь есть неравнодушные люди, готовые улучшать и обновлять парк. Он станет еще лучше. Это вклад в развитие Новосибирска. Планов много у учредителей крупных комплексов, шале и логова. И в первую очередь у дирекции парка. Наличие спортивных и досуговых объектов, оно предусмотрено концепцией парка. И концепция развития предусматривает не только наличие их объекта, но и большое количество спортивных площадок и зон отдыха. Потому что мы ставим перед собой задачу. Зельцовский парк – это парк семейного отдыха целый день. Это наша самая главная задача. Такие праздники будут традиционными. Причем не только для сирот, но и больших семей. Радоваться должен каждый ребенок. Возле шале появится детская площадка с качелями, каруселями и аттракционами. Возле логова откроются новые поля для баскетбола и футбола. Это будет доступно для всех. В следующий раз ребята из детского дома вернутся в обновленный парк.